всем привет привет мои дорогие любимые добро пожаловать на мой канал diamond dream кто со мной не знаком меня зовут марина и сегодня хочу сделать для вас расклад на тему кто вы для вашего мужчины как он видит вас что ему нравится у вас что не нравится для чего вы ему нужны и вот давайте эти важные вопросы посмотрим сегодня на раскладе сосредоточьтесь на вашем мужчине назовите его имя визуализируйте его благодарю вас мои дорогие за донаты огромное спасибо каждому за вашу помощь за поддержку мне очень очень приятно благодарю вас за комментарии за лайки за подписки за любой способов поддержки моей работы очень искренне и нежно всех люблю и так кто вы для него как он видит вас нужны ли вы ему смотрите как у нас часто стал выходить рыцарь мечей он выходил у нас совсем недавно вчера или позавчера даже не помню на сигнификацию мужчины я подробно рассказывала что это за человек но там была другая колода и рыцари у нас там был на коне здесь он на пеший но с мечом и когда надо этот человек может конечно мечю схватить и отсечь кому надо голому то есть здесь такое мужчина с характером мягко говоря может быть вспыльчивым если он ведет себя у вас более или менее спокойно значит этот лукан клокочет внутри и в любой момент мужчина может проявить себя все-таки по рыцарю мечей а это человек неспокойный это человек очень такой даже непредсказуемый очень часто а еще это люди ревнивые такие собственники ну в общем мы довольно типаж противоречивые сложные а как нам его сейчас еще покажут императрица но это он со своей мамой если у этого мужчины есть мама все же бывает жизни вдруг он у вас вырос без родителей да но если есть мама то значит показывают маму и мама о нем либо заботилась очень 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 или же здесь наоборот не до получения материнской любви потому что императрица в этой колоде это такой аркан это точно о материнстве и здесь нам указывают именно на это что это или же ну пусть не маменькин сынок да да очень зависимый от матери человек если матери нет значит ему не хватает вот прям не хватает женской любви безусловной материнской любви или же с другой стороны я вам уже сказала может быть зависим от своей мамы человек зависим эмоционально зависим ментально если мама жива или если мама не значит это остается по сей день здесь зависимость от матери в случае отсутствия матери значит ощущение нехватки женских энергий вот девочки нам почему-то в этот раз показали именно так и соответственно в связи с этими его такими проблемами давайте это назовем так он в жизни может становиться зависим от женщины вообще допустим если женится или если встречает женщину с которой он находится на одной эмоциональной волне и может быть каким-то образом в ней видят чувствует на подсознательном уровне возможно свою мать или не состоявшуюся в его жизни мать если он мать свою не знает а то есть контакт не состоявшийся с матерью и он может сильно привязываться эмоционально очень сильно привязываться да да это это факт вот все что я вам сказала подтверждает колесо фортуны однозначно это так и есть все что я вам сейчас произнесла это касается именно материнских энергий но и все остальное что сейчас было сказано соответственно относится тоже к нему может быть вашим кармическим но это в любом случае очень важный вашей судьбе человек так же как и вы в его даже если у вас какой-то поверхностный роман как вам кажется ни к чему не обязывающий это может к чему-то привести очень необычному и весьма глубокому отношение к вам давайте посмотрим в общем каково отношение к вам безусловно здесь есть эмоция я не буду говорить о какой-то неземной любви но эмоционального очень зацепили этого человека и конечно же вполне возможно вы именно та женщина которая он и может прикипеть привязаться но здесь такой пунктик что мужчина весьма весьма эгоистично себя проявляет и вам порой сложно даже себе представить что он может по-настоящему привязаться но это действительно так девочки здесь вот что есть то есть можно даже сказать что это в некотором смысле проблема мужчины что у него может возникнуть очень сильная привязанность эмоциональная привязанность такая что прям до боли в душе и и к вам эмоции здесь конечно же есть но есть и проблемы а проблемы из-за его холодности с одной стороны у нас на дне колоды вышел рыцарь мечей то есть он может быть и вспыльчивым и резким но эмоционально он проявляет холодность вероятнее всего в отношениях если когда-то было тепло то она может в любой момент смениться холодом и скорее всего сейчас в этот холод чувствуете даже если периодами этот мужчина отмерзает так сказать теплее от его отношения к вам то потом он опять уходит в холод вот в чем здесь проблема и эта ситуация может у вас длиться давно или постоянно повторяться здесь отношения с ним как по кругу идут по циклу то есть он может быть и становиться теплее может отдаляться и становится холодным вот такое отношение к вам и такое отношение вас совершенно не устраивает то на самом деле вот эти вещи в его поведении вас точно не устраивают кто вы для него вы его любовь та мера любви на которую этот мужчина способен он к вам испытывает это десятка кубков кто вы для него первых вы та женщина которая вызвала в нем эту невероятно богатую палитру чувств и эмоций а во вторых вы та женщина которая эту огромную громадную просто безмерную безграничную палитру чувств и эмоций дарит ему с вами он познал что такое настоящее чувство что такое настоящие эмоции которые реально сводят с ума вот кто вы для него для очень многих из вас так можно сказать вы любовь его смотрите здесь люди стоят обнявшись и смотрят на эти десять кубков перед ними перед их лицами находящиеся они наполнены божественным нектаром нектаром любви самыми прекрасными эмоциями так что здесь очень серьезная история то у нас пошла несмотря на то что товарищ как всегда неоднозначно у нас вышел еще кто вы для него давайте-ка посмотрим потому что тема нашего расклада в общем то такого кто вы для него вы для него красавица умница и абсолютно фантастически привлекательная женщина во всех отношениях вы его влечете как настоящее солнце да даже сильнее солнце обжигающие а ваше тепло но всегда ласкающие такое 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 знаете согревающие его душу он наверное лучше вас и по красоте вашего тела и ума и вашей душе и он на ни с кем вас сравнить не может вы этого человека заставили вообще отношения с вами сподвигли его не будем говорить заставили к пересмотру очень многих ценностей которые во которым он возможно относился легкомысленно то есть вы сподвигли этого мужчину к духовному роста вы простимулировали его задуматься о вечных вещах и постимулировали его заняться вообще в принципе своим ростом в духовном смысле в духовном плане так что кто вы для него вы для него своего рода учитель и духовный вдохновитель представьте себе даже если вы сейчас скажете да у нас только сексуальное отношение и ни к чему не обязывающий однако же значит вам кажется так а на самом деле здесь все гораздо глубже вы та женщина которая с которой он прекращает чувствовать себя одиноким а чувство одиночества посещает его очень 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 часто можно сказать он счастлив с вами я даже я даже произнесу такие слова это очень важные слова но это действительно так нужны ли вы ему если да то для чего все так прекрасно начиналось и вдруг на тебе и вдруг на тебе для очень многих из вас эти отношения принесли как счастье как ощущение неземной любви такой любви которая никогда у вас не было таких чувств необычных так и много более для кого-то возможно даже предательство и обман для чего вы ему нужны к сожалению для очень многих из вас девочки ваш мужчина может быть деструктивным человеком и соответственно вы с ним действительно почувствовали боль он мог вас обесценить от вас мог обманные некие действия произвести он мог показать совершенно другую сторону своей натуры то есть начале вы могли думать или в какие-то периоды он вам кажется замечательным прекрасным человеком нежным вашим родным а в какие-то моменты он становится чужим и даже жестоким и даже более того он может здесь именно обесценивать в любыми способами способов обесценивания миллион разных кто-то с улыбкой джентльмена я часто вам об этом говорю и так и есть и якобы с поведением джентльмена но обесценивает вас своим безразличием мы своим допустим игнором исчезновениями кто-то напрямую обесценивает напрямую лжет кто-то из подвали лжет но это тоже своего рода обесценивание так что здесь к сожалению ситуация такова осознанно или бессознательно очень многие вещи он делает осознанно то есть доминировать манипулировать и как-то управлять вами здесь мужчина получает от этого кайф и он это делает во многом осознанно да возможно какие-то бессознательные вещи но в основном это осознанно он берет очень много вашей энергии берет очень много ваших ресурсов и делает это осознанно что ж такое а так хорошо начиналась и на тебе это еще для чего вы ему нужны но что поделаешь что поделаешь не без проблем а вы знаете что ту боль которую он вам возможно причинил в прошлом или причиняет сейчас своими действиями он за это получит наказание будет однозначно потому что все мы получаем бумеранги это человек получит бумеранги за свои деяния то что он с вами сделал если он сделал что-то нехорошее понятно что расклад смотрит огромное количество людей нам показывать именно проблемные такие моменты и этих проблемных моментов более чем достаточно так вот нам говорят о том что он по заслугам то по своим получит осознает ли он когда получит по заслугам но как-то я не могу сказать что это будет раскаяние но он намного для себя поймет то есть эмоциональную сферу этот бумеранг его безусловно затронет как по сердцу резонет ну дай бог чтобы это не был слишком жестокий бумеранг и не нам судить и не нам желать кому-то наказание просто здесь речь идет о том что по делам нашим каждый из нас получит то же самое касается и его для чего вы ему нужны здесь речь идет о вероятнее всего кармической связи и вы не вас не его никто не спрашивал встретитесь вы или нет такой был план высших сил вы встретились у вас очень быстро бурно все это завертелось вероятнее всего вы даже не успели оглянуться как вы уже оказались в этих отношениях по уши вот просто реально и вы и он все в эмоциях смотрите какой кубок эмоции здесь вот для этого вы ему и были нужны и нужны сейчас это эмоции в первую очередь это огромный поток эмоций они ему нужны и именно вы являетесь поставщиком этого ресурса для него он видит будущее с вами да видит будущее с вами причем он часто мечтает о том что у вас будет дальше хорошо а если расстались допустим даже если и расстались то мужчина готов ситуацию налаживать мириться как-то восстанавливать отношения или же к нему уже приходит сейчас понимание что надо это делать потому что он хочет с вами возрождение он хочет с вами если вы расстались если вы с ним продолжаете отношения то значит этот человек даже готов над какими-то сложными моментами поработать осознает ли свою вину в том что мы увидели был какой-то негатив с его стороны 50 на 50 с одной стороны да с другой стороны нет то есть с одной стороны он понимает что извините за выражение рыльцев пушку с другой стороны он не хочет себя слишком обвинять и оправдывают так что к сожалению я не вижу здесь прям раскаяние в том что он возможно сделал не очень приятного вашу сторону но но и нет совершенного такого состояния что ему все равно ему не все равно многие вещи он понимает осознает но конечно раскаяние полного здесь нет стопроцентного а какой он видит вас какая вы для него активная яркая страстная интересная и интересующаяся жизнью вот вы живете жизнь с вами никогда не бывает скучно вы заряжаете своей энергией вы дарите такие фантастические эмоции которые его самого стимулируют на подвиге вы нравитесь мужчинам он считает что вы очень привлекательны для мужчин и очень вкусная просто для них во всех отношениях и сексуальные в плане сексуальном отношении и в плане страсти к жизни вообще у вас горит жизнь это очень привлекает мужчин он видит вас такой еще какой он видит вас очень эмоциональной сегодня весь расклад идет о том что вы богатейшие ресурс эмоции для него и так и есть где-то в чем-то наивны где-то когда-то надеваете розовые очки на свой прелестный носик где-то когда-то вы бываете мягкой такой податливой что он может вас сыграть на ваших эмоциях в свою пользу но я сейчас не говорю в негативном смысле возможно даже вот те не такие сложные моменты которые мы увидели по двум сложным картам пятерка мечей семерка мечей до этого я вам говорила о сложных вещах которые этот мужчина может делать или делал раньше вполне возможно он как раз и использовал эту вашу душевность потому что вы человек душевный но очень плохо если он это делал но я вам уже сказала что за все приходит обратно за все приходит обратно какой еще видит вас такой правильной с одной стороны он понимает что вы можете быть настоящей соблазнительницей и я бы даже сказала настоящим дьяволом по я имею дупо мощности мощи вашей энергетики но он считает что вы чуть ли не ведьма то есть вы настолько женщина соблазнительная настолько вы обладаете какой-то нереально привлекательной харизмой для него и это женственности это ваша мудрость и это ваши совершенно ему непостижимые знания он считает что вы обладаете некими знаниями которыми не обладает он знания касаются закона вселенной так давайте назовем это не просто какие-то житейские бытовые знания обычные а именно относящиеся к секретам он считает что вы можете быть и дьяволом и ангелом и святой и очень раскрепощенной так скажу но вы понимаете что я хочу сказать гораздо более такое слово хлесткая и более горячая но вот вы можете быть целомудренной и очень раскрепощенной и все это соединено в одной прелестной женщине как вы вот такой он вас видит тут можно сказать мужчина просто сходит с ума от этих мыслей о вас и от видения вас такой он даже возможно вас побаиваются потому что мы посмотрите на эту картинку на вот эту картинку какая вы разная это три старших аркана может даже опасаться опасаться даже побаиваться немножко вашей энергетики видит ли будущее с вами если да в каком формате еще хочу посмотреть ну как-то много здесь чего было если ваш мужчина неверно и есть треугольник то причинил много боли именно из-за того что здесь кто-то еще или же просто мужчина может быть таким который любит пофлиртовать любит нравиться женщинам он не изменится этот человек или же если здесь речь идет не о женщинах вообще то в любом случае он вам кровушки-то попортил к сожалению не хочется так говорить но вот что есть то есть и если говорить о будущем формате отношений он считает что несмотря на это на все вы все-таки способны его простить и вы способны с ним быть дальше и даже возможно иметь такое желание несмотря ни на какие проблемы которые у вас были и возможно есть сейчас и кто знает могут быть в будущем он считает что ваша любовь к нему она реально все прощающая вот он сейчас считает так что даже несмотря на душевную боль некие сложности вы можете его простить и в любой момент принять обратно это действительно так это очень спорный вопрос потому что для тех кто прошел тяжелый опыт с этим мужчиной уже закрылся и его отпустил и забаррикадировался от него то есть здесь очень много шансов на то что он все-таки эти баррикады не пробьет ну а те кто еще не выстроил защиту в том случае если вы имеете проблему с мужчиной да и у вас еще личные границы неадекватно выстроены тут конечно эти самые ваши личные границы пострадать могут безусловно но а многие из вас да действительно готовы его простить очень многие да но несмотря на то что вы можете его простить забыть вы сможете вряд ли так что ему нужно учитывать этот факт потому что ваше терпение она не резиновая она не безмерно и когда-нибудь она действительно может лопнуть и тогда уже ему не поздоровится этому человеку этому мужчине что он хочет вам сказать что он хочет вам сейчас сказать смотрите вышел тот же рыцарь мечей который был у нас на дне колода он вам хочет сказать аннате что он хочет сказать дорогая отнесись ко мне проще пожалуйста не делай из мухи слона я не такой плохой как тебе кажется и я ничего плохого тебе сделать то на самом деле не хочу если я в чем-то перед тобой виноваты ты даже готова из-за этого со мной расстаться или рассталась уже не делай этого потому что на самом деле я готов меняться я готов делать работу над ошибками давай как-то проще и легче на все посмотрим не будем усложнять и все между нами сложится и будет замечательным образом в дальнейшем складываться в наших взаимоотношениях представьте какой у нас сегодня хитрый лис на а он говорит искренне сейчас или все-таки он хитрый лис он говорит довольно искренне но конечно не без под текста сейчас вам это то есть ему нужно добиться определенной цели а в частности не потерять вас и быть уверенным в том что вы его любите и все ему простите именно поэтому он сейчас вам это говорит с одной стороны это искренне с другой стороны конечно под текст такого мужчина и доминирующего и имеющего свои определенные цели здесь есть но вот такой у нас сегодня получился расклад благодарю вас мои дорогие за то что досмотрели до конца буду очень благодарна вам как всегда за лайк за теплый комментарий под моим видео подписывайтесь пожалуйста на мой youtube канал на мои дополнительные ресурсы площадке все ссылочки находятся под каждым моим видео на ютюбе всех целую нежно люблю желаю всем счастья любви добра гармонии вдохновения и конечно же защита и покровительство высших сил пока пока мои драгоценные до следующего расклада